всем привет решил записать небольшой видеоблог чтобы рассказать о том как в команде обстоят дела что было не так давно то есть что происходило с командой последние пару недель и что будет собственно ближайшее время рассказать о планах и в общем о том как там играть с бондиком ну начну как бы с того что после я стала в аденса мы две наверное даже две с половиной недели еще тренировались как бы так мы приняли определенные выводы после нашего поражения мисфиц и хотели попробовать кое-какие новые вещи в игре и мы как бы в таком неусиленном но более-менее нормальном режиме тренировались наверное около двух недель но не по полным игровым неделям если мы обычно работаем по 5 дней там и каждый день там от восьми до десяти часов то тут мы работали по моему около 3-4 дня в неделю и по 4-5 игровых часов у нас было командой также как оказалось появились квалификации на саммит которые мы пока в принципе понимали что ехать на него нам было бы не сильно выгодно потому как даты финалов они очень ну скажем так очень неудобно для нас потому как у нас будет квалификации на катавица на старлады мы понимали что квалификации будут плюс-минус в тех датах плюс там были бы вопросы виз в общем ну скажем так играть на полную на квалификациях у нас не получилось наверное в первую очередь по той причине что мы были немножко как бы игроки были немного уставшие и мы пытались порог пробовать некоторые те моменты в игре которые обсуждали после если и выступили не в самом как бы очень виде но какие-то вещи поняли и принципе эти матчи они все равно были полезны для нас после этого у нас был наверное вот с 28 27 числа декабря у нас было наверное неделька отдыха и мы где-то с числа 8 начали начали опять тренироваться с фейтсом как бы хотели набирать форму и надеялись как бы ну в общем работать этим составом но у нас было принято решение что мы до конца как бы января хотели принять решение по крестину но со временем мы как бы в процессе тренировок мы начали в анале больше и больше понимать что все-таки роль которая у нас свободна на данный момент она как бы не совсем подходит типажу игрока именно фейтса он немножко другой игрок и как бы мне немного было даже грустно смотреть что он ну не может себя так проявить как мы бы проявить на других ролях но мы там много думали о том как бы это сделать так чтобы весь состав подходил друг другу как бы и все было классно к сожалению мы не прошли не придумали ничего нового потому как нужно было обменять как бы опять же роли для из и например там или деду фокса и как бы это все было бы немножко тоже не не их игра и собственно в команде очень важно чтобы каждый чувствовал себя комфортно чтобы каждый понимал что он может показывать свою игру и играть в такой кайф какой он хочет а не в которой его заставляют и опять же вернувшись к фейзу вот мы понимали что мы немного его заставляем играть в тот кс который нужен нам вот поэтому мы решили мы решили как бы с ним попрощаться мы ему очень благодарны за то что он помог нам я думаю что для него это был отличный опыт он все-таки вернулся из китая сразу там на второй день мы играли официалку против астралис и сразу уровень кс в котором он соперничал с другими командами он сразу изменился капитально я думаю что он должен быть тоже нам благодарен что мы дали ему возможность поучаствовать на некоторых ланах и получить хороший опыт разговор о том чтобы попробовать вернуть лада были на самом деле ранее просто на момент тех разговоров не было еще инфы о том что тайлу не могут играть на мейджоре и мы как бы думали что ну вопрос как бы с владом мы пока что отложим на момент окончания мейджора потому как премии обрешения подходит на или не подходит нам фейдс ну и вообще как бы это всегда очень очень непросто мы взвешиваем много плюсов и минусов плюс как бы сейчас я думаю что с ладом у нас будет все классно мы с того момента когда мы с ним перестали работать в августе по моему мы поменяли очень много нас поменялись многие роли этот фокс начал как бы и другие вещи отыграть плюс появились и с айвоксик они тоже повлияли на построение нашей игры на структуру и в общем сейчас мне кажется он в составе будет выглядеть очень классно и я как бы состав будет выглядеть органично все будет на своих ролях ими как бы пока что вот из тех дней тренировочных которые у нас были это около недельки даже чуть меньше недели мне как бы нравится как все получается пока что как бы нам конечно нужно время чтобы набрать игровую форму но уже что-то что-то весьма весьма неплохо вырисовывается и принципе я доволен у нас начинается с ближайших планов это на следующей неделе мы играем star ladder у нас первый оппонент я не знаю можно ли уже говорить до как бы общинов или нет на я конечно звание команды в этом случае не скажу но оппонент весьма серьезный мы как бы играли с ними ранее и проигрывали онлайн и как бы нам оппонента не совсем удобен но мы будем стараться стараться как бы взять взять реванш против них потому как до этого мы проигрывали этим ребятам в онлайне потом сразу после star ladder то есть мы там полу со вторника начинаем на свои матчи если все будет окей то последний матч будет четверг и потом по моему в субботу мы уже играем квалификации на ам катавица на star ladder напомню будет 2 квоты на катавице будет 4 квоты и после этого еще и 5 числа начинается онлайн open квалы на ecс которая почему-то нам не отвечает и не давайте от нас закрыты квалы к своему как бы к своему турниру ну видимо видимо так они решили так что у нас сейчас будет куча квалификации если все пойдет классно то надеюсь вы увидите нас на лане уже в феврале в начале в киеве а потом в катавице если мы пройдем в киев то мы как бы уже в процессе того чтобы делать визу мы уже как бы делаем визу в украину и си несмотря как бы независимо от того пройдет пройдем ли мы квала на star ladder или нет потому как хотелось бы так или иначе сделать bootcamp и поработать вместе как бы на лане наконец-то набрать форму потому как bootcamp они все таки помогают классно настроиться и например год назад мы сделали классный bootcamp и набрали хорошую форму после чего круто круто сыграли на star ladder и и принципе потом показывает весьма неплохих неплохой уровень кс достойный наверное там тир один уровня мы боролись хорошо там с лучшими командами на тот момент астрали с фнатик они были в хорошей форме и думаю что в этом году если мы сделаем подобный ход тоже сделаем хороший плодотворный bootcamp то мы можем как бы очень очень неплохо набрать игровую форму и я считаю что у такого состава который у нас сейчас образовался потенциал очень очень крутой если мы все сделаем правильно если игроки будут стараться собственно воплотить свои игровые мечты и достичь чего-то очень серьезно ну вот собственно все даже не знаю что еще рассказать в принципе следующая неделя вторник у нас первый официальный матч заходите смотрите болейте за нас все спасибо всем пока